Добро пожаловать в студию в эфире новости и с вами как всегда здесь я, одинокий Михаил и мы начинаем наши прекрасные новости и для начала как всегда next week и next week у нас самое главное что это есть это коробочковая рука и правда про которую мы рассказывали где у нас прекрасные рыцари против прекрасных рыцарей то есть нас нежить в виде прекрасных корпс итеров или как они там сейчас называется флеш итеров вот и сигмариты великолепно ну да мы про эту коробку уже миллион раз рассказывали так что в принципе задерживаться не особо смысла нету дальше у нас сразу бам next week и next week у нас попадает что-то сэр растус большой night про которого мы уже рассказывали много раз который собственно раньше был фаржовым теперь стал у нас пластиковым он остался фаржовым условно но он теперь пластиковый хотя бы напомню для тех кто мало ли не не помнит хотя мы тоже рассказывали про это уже миллион раз это night который чуть-чуть выше и чуть-чуть как бы такой подтянутый чем обычный night которому привыкли длинненькие тоненькие ножички не целованные хочу сказать ладно который месяц эти вроде бы практически все вариации в итоге которые были у фаржи но не все вот так вот ну тут как бы night очень на любителя кому-то он нравится своей вот этой вот высоченностью и ногами как у цапли кому-то не нравится ну у него на самом деле мое мнение было одна из самых лучших вариаций каче類 гтлинг лининкова она и как incidents work worker например полтора огромных это прям выглядело очень круто вот все остальное на самом деле он такой какой-то странный но тем не менее он есть если вы хотели его использовать то вот наконец-таки вы можете его использовать какой-то он странный и в общем вот он выходит пластики если вы хотели когда-то пластикового пожалуйста не хотели не пожалуйста как по мне он выглядит ну абсолютно так же он выглядел в собственном смоле. И мне он в смоле не очень нравился. И так тут не очень тоже нравится. Но если вам нравился, наконец-то у вас есть возможность получить его в пластике. Я сильно хотел за миллион, миллиардов денег. Но, в принципе, спасибо. Также у нас будут выходить для Warhammer Underworlds крысики. Крысики, гнилые крысики, про которых мы тоже уже рассказывали. Прикольно выглядящие, на самом деле, харизматичные. Опять же, очередной показатель того, что вообще-то крысикам лучше бы перевыпустить модельный ляд. Модельный лядь. А почему Михаил так говорит? Нигняю. Рили, они уже старенькие. Практически все модели, которые только разве что не выходили в эпоху End of Time. Вот те еще более-менее как раз нормальные. Ночнее, не более-менее, они хорошие. Вот. А вот то, что выходило до этого, конечно, да, старье-старьем. Их бы перевыпускать. Бедный этот клан Pestilens. Концептуально прикольные, но модели древние, старые, уродливые. На примере этих видно прям, насколько они могут быть прикольными, харизматичными ребятами. В принципе, что в ООС, что в Old World, как бы их бы хорошо было бы сделать. Ну и последнее из интересного, это новиночка. Выходит Гном, но неожиданно не в Вотаном, точнее, в Вотаном. Но не в 40-ка, а в Некрамунду. Причем на самом деле стилистически, прям практически идеально вписывающийся к Вотаном нынешним 40-кашным, но тем не менее нет. Но Минк прикольная, забавная. Особенно, конечно, самое лучшее у него это не сам этот Гном, а его вот этот вот дрон подсосал. Он прям вообще прикольный. За него отдельный лайк. Далее переходим к новостям канала. И что у нас будет посмотреть на премии на этой неделе? Как минимум на этой неделе у нас будет целых два говорильных ролика. Плюс у нас будет ролик из раздела «Глубокие полки», кто помнит. Это где мы с Денисом рассматриваем наши старые какие-то модели, которые, возможно, никогда уже нигде вы никаких роликов не увидите или какие-то нереализованные, там, недоделанные модели. Кто, в принципе, помнит, тот помнит. Какие еще сюрпризы? Это нам припас, мистер Скрытник. Колись давай. Также на этой неделе, конечно же, будут обзорчики. У нас продолжаются обзорчики всех наших индексов. В этот понедельник вы уже могли посмотреть на премии обзор индекса ТАО. Можете как раз посмотреть, что-то Михаил рассказывает про синимордых тварей. И на этой неделе у нас, по идее, выйдут серые рыцари. Ну и, возможно, что-нибудь еще выйдет. Как всегда, готовы принимать ваши заявки. Какие индексы снимать следующими? В принципе, осталось, ну, не прямо, чтобы прям супер много, но достаточно еще. Также в среду у нас будет стрим, как всегда напоминаю. Стрим у нас будет посвящен тому же, чему был посвящен на основе предыдущий стрим. Мы будем опять красить, опять для ООСа. Кто-нибудь скажет, Михаил, ты задолбал красить ВОК уже в третий раз. Но этот третий раз, скорее всего, будет завершающим. В моей больной башке родилась та схема, которую вроде бы я все-таки хочу, благодаря вам. На прошлом стриме в конце выяснилось, мне накидали кучу фоток референсов, каких можно сделать ВОКов. И из этого я сочленил в своей башке такую какую-то достаточно дебильную, но вроде бы прикольную идею. И мы будем пробовать ее в среду, собственно, реализовать. Тем более, кстати, в среду мы же будем пытаться использовать масляные краски на стриме. Этого я ни разу не показывал, по-моему, в стримах. Только в роликах Собирая ТАУ этого было, так что можете ознакомиться, как это выглядит. Единственное, это учтите, это будут именно масляные проливки. Очень грязная и вонючая техника, но зато выглядящая забавно. Вот, так что приходите, будем на это смотреть. И, конечно же, маленьким у нас референсом пройдет новость про Spark. В эту субботу у нас прошел, как всегда, очередной Spark. Регистрация на следующий уже открыта. Он будет через две недели. В этот раз я вас не буду мучить тем, что произошло у нас конкретно на Spark. Но мы решили немножко пересмотреть концепт того, как будет освещаться происходящее на Spark. И, как в старые времена еще, где-то годик назад, я рассказывал вам подробно, как кто кого там завалил, интересные вот эти моменты, кто там какой-то обвал устроил и все такое, это у нас вернется. В принципе, я могу референс вам сделать. Один из регионов был подорван кое-кем, кто любит поджигать планету, напоминая у нас из предыдущих лоровых наших новостей. Но это еще не все. У нас есть действительно нормальная и интересная новость для многих, возможно, из вас, кто ходит у нас на Spark. Два этапа Spark, которые будут у нас проходить в августе 12-го и 26-го, будут еще у нас ознаменованы тем, что на оба этих этапа клуб Goldfish предоставляет нам те самые наборчики по Нине с наклейками, которые у нас уже выходил на премию роличек Дениса о них. Можно посмотреть его, если вам интересно. То есть, да, это те самые старые такие вот, кто помнит, журнальчики в основном все по Mortal Kombat, конечно, это наверное помнят из, типа, нашего условно поколения. Это такие журнальчики, куда вы вклеиваете наклейчики, которые, собственно, из рандомных бустеров достаете. И на каждом из этих этапов у нас будет разыграно по 15 комплектов вот таких журнальчиков и бустером к ним. Соответственно, из всех, кто придет туда, можно поучаствовать в этом розыгрыше и получить себе эти журнальчики, а потом с Денисом меняться наклеечками. Он там вроде пытается дособрать или уже дособрал их. Ну или прямо на этапе, прямо там можно будет, в принципе, поменяться ими. Да, так что это будет действовать только на два ближайших этапа. Это будет два этапа, которые будут проходить в августе. Так что, если хотите тоже поучаствовать, мало ли, приятненько вам будет такую штуку получить, регистрируйтесь. Ссылочка, как всегда, будет в описании. Ну и, возможно, этап, который у нас будет проходить вторым, 26 числа, он будет что? Правильно, он у нас будет, возможно, немножко праздничным. Я решил, что вам нравятся праздничные этапы. У нас там будет день рождения Митродора. Я решил, почему бы не сделать другу подарок? У нас будет какой-нибудь вам бонус. Скорее всего, это будет бонусная вилка у нас в этот раз. То есть у нас будет расширение возможности выбора прокачки за рамками обычного. Но об этом я буду позднее еще рассказывать. Возвращаемся к новостям Вархаммера. И что у нас дальше? ГВ решила подорвать жопу сразу же просто, выпустив статью про то, какие наборы будут сниматься с продаж у них в ближайшее время. И что, собственно, будет с правилами этих моделей. И тут, на самом деле, очень, на самом деле, по мне, странная ситуация во многих моментах. То есть, с одной стороны, там есть вполне себе адекватные позиции. То есть, например, ТФК. Вот ТФК будут сниматься с продажи. Ну, понятно, она старая, смоляная, говеная. У кого-то она вообще металлическая. И Техмар, который с ней шел. Поэтому, да, логично, что их будут снимать. Ну, типа, блин, старые смоляные модели. Надо всем по-хорошему поснимать. И по-хорошему, что касается ТФК, ну, хотелось бы все-таки перевыпустить ее. Но не перевыпустят. И как бы ладно. Хотя, вот именно просто, ну, сделайте Приморис этого Техмара. Сделайте, там, не знаю, Приморис ТФК. Но, в принципе, ладно. Это как бы оправдано, что это будет снимать. Или, например, скауты. Все-таки, как по мне, да. Все скауты, ну, древние, старые, страшные, уродливые. Их надо переделывать, типа. Или, ну, убирать. Ладно, окей. К этому вопросу нету. Но возникают потом вот совсем уже какие-то странные моменты. Типа, например, дредноуты. Про которых мы уже когда-то рассказывали. Собственно, когда ГВ берет, снимает с продажи модель одного дредноута. Но зато правило убирает на другого. Зачем это? Это я про Веника и обычного дреддока. Зачем это делается, никому непонятно. Но ГВ такие молодцы могут. Но есть вообще прям странные, странные моменты. Например, это Хантер слэш Сталкер. Зачем его снимать с продажи, я вообще не понимаю. Потому что из ринообразных, именно для Мара, это самые новые наборы. Вроде как, да. То есть, если мы не считаем Елесевы. Это самая новая, буквально, коробка. Ну, ладно, они наравне с Верлвиндом, который в App Store Exclusive. Но, типа, это буквально одна из самых новых коробок. Но их зачем так собираются снять с продажи. При этом, что самое странное, что можно было бы подумать. Ладно, на них все-таки новый именно апгрейд пак. Старый сам вот этот вот корр набор. Это все-таки ринка. Она древняя, понятное дело. Вот ее переиздать бы, да. И это окей. Типа, укладывается как-то в голове. Но ринку-то никто не снимает с продажи. Предатор же никто не снимает. А Предатор старее гораздо, чем этот набор. Ну, и тот же, например, Верлвинд. Типа, вроде как, они пока что не собираются снимать с продажи. Что вообще непонятно, на самом деле. Зачем вот это вот делать? Зачем у вас новый буквально относительно... Ну, понятно, набор, которому уже там сколько? Десять с лишним лет, по-моему. Это уже, ну, или десять как раз лет, или что-то около того. Ну, короче, не кажется он, что он особо новый. Кому-то скажут, ну, ни херена себе, Михаил. Это же древний набор. Но у нас в Ахе есть наборы, которым по двадцать лет. И как бы понятно, почему и снимают. Но другие как бы... Ну, и опять же, в этой статье, что вызывало мне немножко вот это вот ощущение, типа, алло, алло, типа, ну, я сейчас не буду этого делать. Их слова по поводу того, что делать вам с этими наборами. И с некоторыми говорят, ну, они отправятся в легенды. Самое странное, как по мне, это, ну, заменяйте их другими. Отыгрывайте вот другие отряды. И с какими-то, например, понятные, например, штангарды и осолдники. Вангарды и осолдники, простите. Ну, типа, окей, понятно. Джампайкеры, джампайкеры, милишники. Все то же самое. Плюс-минус, да, типа, можно использовать. Вопрос не вызывает. Но, например, используйте вот ваши байки, типа, эсэмские байки, типа, уйдут. И вот используйте эти байки как аутрайдеров. А я спрошу главный у вас тогда вопрос. А на кой хрен вы базы им разного размера делали? Вот, типа, зачем база у байкера и у аутрайдера тогда отличается? Ну, сделали бы им сразу одинаковые базы. Зачем вы, вот зачем? Типа, как я буду проксить одной модель в другую? Ну, даже если вы официально это разрешили. Если базы у них разные. Или у нас у моделей появятся две разные базы. Что, в принципе, в истории у нас есть. У нас есть наборы, в которых уходят два комплекта баз. Есть там, например, кругляши и овальчики у некоторых, например, кустовских байков. И еще там у парочки моделей есть подобные случаи. Это будет так? Или, как, ну, мне кажется, скорее всего, ГВ такой просто, а мы хер на это забьем? А возможно, я, конечно, предположу, но это, надеюсь, что это не так, что, как всегда, у нас уже было не один раз, когда люди, которые пишут саму статью, не понимают вообще, что у них там где происходит и что они с этим делать будут. И, возможно, нельзя будет ваших старых ССМ-ских байков использовать как утрайдеров. И вообще их использовать, возможно, нельзя будет. Ну, и тем более возникают странные моменты. Я понимаю, что, да, типа, у нас унифицировали многие закачки, многих юнитов. И это, в принципе, я все еще считаю, что хорошо, да, что у нас там, типа, просто комбик стал комбиком. Там многие милишки слились въедино. Ладно. Окей. Аутрайдеры у нас, типа, условно с болтерами и, условно, с чайниками. В руках, ну, ЦСВ, да. Но мы смотрим на байкеров. А ничего, что у нас байкеры имели спешелы? А ничего, что байкеры у нас имели те же комбики могли взять? Вот, типа, как их использовать? ГВ, как, как? Вот, я не понимаю. Немножко странная, на самом деле, статья. Ну, то есть, я бы не сказал, что она пока такая вот прямо жопоподрывающая. Потому что, как по мне, все равно мало конкретики из этого всего. Вот надо посмотреть на практике, действительно, когда это все снимут в продаже, что ГВ будет делать с правилами и как оно будет это поддерживать. Потому что мы знаем, как ГВ может уже на этом обосраться. И я предлагаю, ладно, доживем до этого момента, посмотрим, как ГВ обосрется. И уже будем предметно ржать, типа, с того, что они опять какую-то хрень сделали. Почему хотел сказать член сделали, не знаю. Тогда уже будем гореть. А сейчас, в принципе, ладно, ждем дальше. ГВ, видимо, хотела просто меня триггернуть персонально. Потому что, знаю, вам нравится смотреть, как Михаила подрывается с рака, с рандомных вещей в интернете. И, да, многим из вас нравилось смотреть, как я, типа, ору по поводу статей ГВшных, по поводу Эфика. Поэтому ГВ что решила такое? Мы выпустим на этой неделе 4 статьи про Эфик. Вам же мало было. Ладно, я понимаю, это новая система. Они, типа, собираются ее поддерживать и все такое. И я, как бы, пытался. Вот я читаю первую статью, где они рассказывают, там, про модельки. Я такой, хорошо, ГВ, хорошо. И я проигнорирую это. Про террейн еще что-то. Я такой, окей, нормальная статья, даже придраться особо не к чему, окей. Но я нашел, где у меня немножко седалищем я подгорел. Справедливаюсь ради, кстати, не сильно. Это по поводу того, что когда они стали показывать сравнение старого скейла и нового. Я скажу, что здесь, в принципе, ожидаемое произошло. Да, скейл чуть увеличился, модельки стали чуть больше. Все стали, в основном, чуть больше. Пехотные стали больше, техника стала больше. Там, можно, как раз, сами ГВ привели сравнение. И что, собственно, плохого-то? Ну, как плохое, по мне кажется. Ну, очевидно. Если у кого-то кто-то вот собирал ТТ-пик в стародавние времена. Ну, или фанатский Эпик. То у них сейчас не очень сойдет скейл. Им, по идее, как бы надо по-хорошему новые модели все собирать. Ладно, у пехотных моделей все от баз. Измеряется просто их переставить. Хотя переставить такие маленькие модели на базы другие, это серьезная проблема. Потому что вы их легко можете повредить. Вы ножки им там поломаете. И все, скорее, чем переставите нормально. С техникой тем более. Там, как бы, ну, что вам делать? Вам технику надо самообновлять. Плохо. Зачем вы это делаете? Ну, тут я не буду такого говорить. Потому что, ну, очевидно. Устаревший модельный ряд. Его надо обновить. Типа, опять же, ориентироваться на людей, которые 30 лет назад покупали коробки. Что им вдруг не скейл станут модели. Ну, такое себе. 30 лет. Это я для образа сказал. Я знаю, кто не ебается до этого. Потому что, ну, опять же, посмотря на большую ваху. Мы можем сказать, что, да, это действительно было бы неадекватно. Например, сейчас выпускать, например, набор Space Marine. И кому-то жаловаться, что, о, о, ГВ, 30 лет назад Space Marine выглядели меньше. Поэтому они теперь не подойдут. Ну, естественно, блин, модели вы обновили. Все-таки это, как бы, окей. К этому нормально. Но, я скажу здесь вот что. Что очевидно, на самом деле, как мне кажется. Зачем это было освещать? На самом деле, показать новые модельки круто. Зачем освещать то, что у вас скейл чуть-чуть, ну, типа, изменился. И старая модель не подходит. Непонятно. Потому что от этого что получится? Ну, люди посмотрели на новые модели и скажут, ну, прикольно. Но мы и так смотрели на эти модели. Можно было просто сделать статьи по поводу новых моделей. Вот как они делали по поводу вот этих вот смешных, уродливеньких сентинелей. Солярки. Они прикольно выглядят. Типа, окей, показали нам статью про них. И как еще делала, вот, например, еще четвертая статья была про это. Про показывание там как раз отдельных моделей. Окей, мы смотрим вполне себе адекватно. И я, типа, могу понять, зачем это делается. Но зачем лишний раз триггерить людей? Ну, может быть, этих людей мало, которые там когда-то собирали этот эпик древний еще. У кого еще особенно есть именно оригинальные старые армии. Ну, на кой хрен вам просто злить аудиторию? Зачем? Вы могли эту статью выпустить в другом формате? То есть, сама статья бы даже сохранилась. Просто не сравнивайте с старыми моделями в таком формате. Ну, или не акцентируйте на это внимание. Покажите, вот смотрите. Вот просто старый лимон раз, вот новый. Ну, круто выглядит, круто. Зачем их показывать так рядом? Я бы даже, честно говоря, я бы даже, честно, фотошопил бы две модельки просто рядом, чтобы они выглядели одинаково размером. Просто показали бы, что вот, новая модель выглядит круче. Короче, не знаю. Ну, сейчас в этот раз я устал и не хочу особо гореть. Ну, и опять же, здесь не так много повода по поводу того, чтобы подгореть. Но, тем не менее, я не совсем понимаю, вот каким образом они пишут эти статьи. И вообще они как-то, ну, типа пытаются смотреть на реакцию коммунити или нет. Я понять не могу. Выглядит, что нет. Также на этой неделе КГБ нам показало, что? Правильно, показал нам набор новых городов Сигмара. Прикольный достаточно наборчик. Ну, как, в принципе, всем. Мне что-то стало вдруг нравиться вот эта вот стилистика городов Сигмара. Она забавная. И наборы у них такие достаточно, ну, не знаю, как по мне, харизматичные. Кому-то мне нравится, вот говорит, generic fantasy. Мне достаточно понравилось. Я даже не знаю, как назвать. Типа, по мне, какие-то охотники такие. Но, ребята прикольные. Хорошо. То есть, если вам нравится эта фракция, например, или вы собирались ее на релизе собирать, вот вам еще один наборчик. Типа, за это лайкос. Дальше, конечно, было что-то с чем-то. Это еще не последняя новость у нас про приложение от ГВ. Но, тем не менее, ГВ выпустило то, что мы ждали на электронном вот поле, да. Все ждут там дополненной реальности, чтобы ГВ выпустило очки, которые ты, короче, одеваешь. И там тебе сразу же показывается тот лайн юнитов, когда на них смотришь, да. И кубики даже кидать не надо. Они автоматически генерятся. Тебе показывают, что убрать. Вообще круто, короче. Все классно. Ну, ладно, понятно, что мы, это, типа, мечты-мечты. Такого не будет в ближайшие, там, лет, не знаю, хрен его знает, сколько, 20, там, 10. Вот, но, тем не менее. Но ГВ просто переплюл на всех. Они выпустили фильтр для инсты. Я, как бы... А, мое почтение. Причем, ладно, как бы, вы скажете, ну, а что-то плохого. В принципе, да, типа, ну, прикольный человек фоткается, выбирает свою, там, любимую фракцию, и его, типа, фотошопят. Ну, точнее, к нему фотошопят, типа, кусочек вот этого тела. Как будто бы, он, смотрите, там, я спейсмар, я гвардеец, там, я сестричка битвы, типа, ну, окей, да, типа, ничего такого плохого, в принципе, я в этом не вижу. Но, почему так всрато? Вот это главный вопрос, я думаю, который был у всех, типа. Почему так всрато? Во-первых, только три фракции. Это, то есть, сестры битвы, ГГшник и Мары. Во-вторых, у всех только там, условно, по одной модельке. Никакой цветов, никаких вот изменений деталей, ничего нет. У сестричек битвы вы будете красненькими, у гвардеец вы будете обычным кадеанцем, у Маров вы будете, почему-то, терминатором ультрашей. И, как бы, все, вариантов никаких нет. Причем, модельки всратые. Почему они используются, я понять не могу вообще. То есть, короче, ну, типа, сделали, как бы, вот, чисто такие, мы должны это сделать. Зачем? Мне понятно. Просто делаем вот этот вот сраный фильтр. То есть, типа, а если я там ХСМ собираю, а че, я вот, зачем мне эти Мары? Я не хочу этого. А если собираю там Друкарей, а если я собираю Тао, а если я еще что-нибудь собираю, хрен знает. Типа, почему не сделать это хотя бы для всех фракций? Блин, это просто, ну, ну, выглядит слишком дешево, чтобы не сделать тогда под все фракции. Почему не сделали под все фракции? Непонятно. Никакой кастомизации ни херна нету. Короче, выглядит, как параша. Типа, зачем ГВ ты эту сделала, я не знаю. Но, опять же, с учетом всратости этого сделал, но мне даже гореть этого особо не хочется. Потому что я просто не понимаю, что это было вообще. Кто, кто, как бы, поймет, зачем она кой-то надо, как бы, пишите в комментариях. Далее ГВ выпустила, что? Статейку про Old World, в которой, собственно, рассказывала, какие будут изменения в плане правил для Old World. На самом деле, все достаточно обтекаемо рассказано. То есть, там, например, про компиляцию юнитов, про то, что, ну, кто помнит, тот помнит, кто не помнит, тот не помнит. В ВБХе юниты набирались, которые коробками. Они имели определенные правила вот этого построения в этих коробках. А теперь они все-таки хотят сделать, чтобы легче было с этим работать, сделать, что, условно, передний ряд может бить весь. Не в зависимости от его ширины. Можно, интересно, собрать передний ряд в 100 моделей. И потом они у вас нигде не пройдут, потому что вы будете в любой тирею напираться. Будет смешно. Но, ладно, не об этом речь. Из, наверное, самых таких интересных вещей для себя я отметил, которые важны. То, что магию в очередной раз они будут переделывать. И магия будет, опять же, не в одной фазе, как она была, собственно, до этого, в последней итерации. А она будет разнесена по всем фазам абсолютно. То есть, ну, опять же, похоже с тем, что сейчас есть 40К. То есть, она будет работать, магия, в тот момент, когда она, собственно, должна работать. Но это не значит, что она будет работать в 40К, потому что магия – это фиксированная билка. То есть, возможно, все-таки она будет как-то набираться. Скорее всего, она будет как-то набираться. Надеюсь, это будет сделано так. Так, но при этом все-таки каждая магия будет триггериться в определенный момент. Наверное, для большинства из наших смотрящих, наших зрителей, будет больше знакомо то, как бы работала система, например, в какой-нибудь пятерке. Когда магия, вы как бы ее набирали. Да, вы набирали ее себе. Но она при этом, да, работала в определенный момент. То есть, например, как тот же там Лэш. Думаю, многие слышали от старых, тем более, роликов Денисовских, где Денис про это рассказывал. И он сейчас снимает на них эти реакшены свои, в которых вы тоже, опять же, могли это все видеть. Вот. В принципе, ну, интересные изменения. Было бы интересно это посмотреть. Ну, и самое главное, что в статье было описано, каким методом они это вычисляют, что им сделать. И пока что они говорят, ну, ладно, очевидные слова, что они хотят сделать так, чтобы и старичкам было в это приятно играть, и чтобы новичкам было интересно в это посмотреть. И каким образом они добиваются? Они говорят, что, типа, они играли там во все редакции, постоянно, типа, партии, вот, и своей командой, и обсуждают, что лучше. Ну, окей. На самом деле, в этом плане я даже не могу придраться ничего к этому, потому что, на самом деле, если так объективно сказать, именно вот с вопроса, что интересно, что лучше. Хрен его знает, на что здесь опираться в вот таком вот геймдизайне в плане настолки, когда речь именно идет, опять же, о настолке, а не какой-то комплюктерной игре, кроме как своего, типа, мнения вот этой вот команды, которой это занимается. Потому что, ну, я знаю много примеров, когда, если ориентироваться на все-таки на комьюнити, очень тяжело, потому что, ну, то есть вы можете ориентироваться на какие-то цифры, на какую-то статистику, но статистику к интересности очень, ну, тяжело подтянуть можно, но тяжело этим, наверное, заниматься. Вот, а если говорить именно про просто реакцию комьюнити, что пишет, как показывает практика, тут работает у нас, в принципе, громогласного меньшинства, когда находятся некоторые отбитые люди, у которых очень много свободного времени, они будут срать свое мнение в интернете где угодно, но это не значит, что это мнение большинства, и подстраиваться под него плохая реакция. Я уже, собственно, рассказывал вам самый плохой пример, ну, правда, в компьютерной игровой индустрии, это, например, Eternal Crusade, в которой разработчики в том числе и всирали баланс, чисто потому, что они ориентировались вот на такую реакцию с форумов. То есть, да, находилось, типа, маленькое количество какого-то людей, но зато с очень, видимо, большим количеством времени, которые срали на форумах, что эльдары у них слабые, поэтому их еще бафали, а потом их еще бафали, еще бафали, а они были и так самой сильной фракцией. Из-за чего бы ломался баланс, другим становилось людям просто неинтересно это играть, и они, собственно, забрасывали игру, и потом, как бы, игра развалилась. Ну, в общем, надеюсь, что такого уже не повторится у нас с Солдвордом, будем, как бы, посмотреть, что они с ним будут делать. Дальше была интересная штука от ГВ, это факт. На самом деле, факт, ну, для 40к. На самом деле, я не могу сказать ничего плохого, опять же, по поводу него, прям кардинально плохого. Плохое здесь только одно, почему он вышел так поздно? Ну, то есть, по-хорошему, его надо было выводить чуть ли не там через две недели или через недельку после выхода редакции. Что тянули с этим месяцем, не совсем понятно. Ну, как бы, ладно, спасибо, что выпустили. Могу ли я сказать, что там что-нибудь кардинально поменялось? Как по мне, это немножко факт другого порядка. Мы все-таки ждем вот этих там нерфов, бафов, фракций, а это пока что у нас подправление ошибок. А ошибок все-таки было очень много, даже в плане оформления листов. В этом плане они просто позатыкивали, как по мне, вот в основном здесь дырки. То есть, ну, например, там у какой-то техники не было просто обилки взрыва, они прописали этот взрыв. Там у кого-то не было файринг-дека, они файринг-дек прописали, где должен быть. У некоторых, например, забавно обнаружилось, что не было понятно, это геймдизайнерская задумка, или такой был план, что у Тау, например, у них были их маленькие бюрсты, которые носят условная пехота, или там батлсюты, и большие бюрсты, которые были на технике. И у них профили были очень похожи, и, типа, казалось, это план или нет, а оказалось нет, это была ошибка, потому что у всей техники именно на их больших бюрстах этих прописали, например, первый АП, а его не было до этого. Вот, и это касается многих, то есть были, например, плохие ворнинги, вот простой пример, были стратегемки. У Серых Рыцарей была стратегемка, которая применялась в мумминфазу, бафала вам стрельбу, но при этом она работала до какого момента? До конца мумминфазы. Как эта стратегема должна была работать? Никак. Естественно, ее пофачили, сделали, что она работает до конца хода, и многие-многие такие вот обилки. Не все, по-моему, дырки они все-таки в итоге заткнули в этом, но большое количество. Придраться я могу здесь только к форм-фактору. А знаете, в чем главная проблема? На какой хрен вы выпустили это одним файлом? То есть, выпустили это по фракциям, было бы чуть удобнее. Тут такой, смотри, все фракции в одном файле. Очень удобно это смотреть. Спасибо, ГВ. Но, в принципе, то, что сделали факт, как бы окей, хорошо, ладно, проблем меня это не вызывает, я только доволен этим. Другой момент, то, что мы, понятное дело, ждем больше, конечно же, сейчас балансных правок, про которые рассказывал Денис в предыдущих новостях, которые все-таки нужны сейчас по большей части, потому что фракции, да, очень разнесены сильно по тому же винрейту, даже если мы абстрагируемся от наших абстрактных понятий, типа там сильные и слабые фракции, винрейт у фракции сейчас очень разнесен далеко, и нужно с этим что-то делать. Вот тут, собственно, в ближайшее время ждем. И последняя новость на сегодня, но зато какая. В принципе, то, что ожидалось, но все равно, тем не менее, вот это достойный момент, для чего, алло, гв, с тобой все в порядке, могу даже вот так вот, типа, алло, алло, гв, по блину тебе для гантели звоню, всего лишь, правда, 1,25 килограмма, но тем не менее, алло, почему вы скажете, Михаил, а что ты звонишь гв? А потому что гв, как и, собственно, обещалось, говорит, что частично контент, который был, вот этот приложук, который сделала гв, становится платным. Ну, самое главное, наверное, для многих будет, это арми билдер. Арми билдер пройдет в платную версию. И вот опять, зачем это вообще делается? Ну, то есть, понятно, гв хочет зарабатывать денег, это очевидно, как бы, окей. Но просто вот, вот, типа, вы только выпустили приложение, оно работает вроде бы нормально, даже нельзя сказать, что плохо. Хорошо, нормально, классно. Окей, вот в этом вопросов, типа, никаких нету, прикольно. Ну, ладно, есть баги, есть баги, но для гв, типа, ты смотришь, нифига себе, приложуха работает, она там все нормально собирается, ростеры, в принципе, ну, не так уж неудобно было собирать. Типа, вполне себе нормально, короче, сделали приложуху. И, как бы, вы скажете, ну, Михаил, они хотят зарабатывать денег. Ну, понятно, что они хотят зарабатывать денег, но вам нужно как-то рекламировать свою продукцию. И это хороший повод, потому что, говорит, вот ты купил дорогущую коробку, а теперь зайди вот в это приложение, просто скачай, и ты сможешь вот это собрать себе армию. А тут, типа, ты купил дорогущую коробку, а теперь пойди и подпишись на какой-то непонятный сервис, чтобы у тебя работала вот здесь вот приложуха, в которой ты сможешь собирать этих человечков в определенную армию. Как думаете, выглядит это адекватно для новичка или нет? Мне кажется, не очень. При том, что на самом деле есть же даже простой момент, как бы можно было бы это монетизировать, не бия так сильно по людям. Банальная штука. Сделайте часть, просто часть как-нибудь надстроек для этого приложения платными, но часть бесплатными. Банально, что здесь просится, само собой. Например, в контексте армии билдера. Оставьте армии билдера бесплатно, но сделайте, например, что в бесплатной версии у вас два ростера, прежде чем, хранится. И все, больше вот не можете. Все, два ростера у вас хранится. Хочешь больше, заплати платную подписку. При том, что, опять же, я не сторонник того, что... Мы сейчас будем, конечно, абстрагироваться от того, что, в принципе, из России и Беларуси оплатить это невозможно нормальным способом. Но, как бы, мы на это забиваем. И просто, вот, предположим, что у всех есть возможность это оплатить, нормально. Я, в принципе, сторонник того, что, ну, окей, за труд надо платить. И, очевидно, что почему бы не сделать приложение платным. Но, в данном случае, это опять идет вот то же самое, что с Warhammer Plus. Когда-то мы давно это обсуждали. То, что эта площадка, которая идеально смотрится для того, чтобы рекламить свою продукцию и продвигать ее для более широкой аудитории. Как в контексте вот этих мультиков, которые они выпускают на Warhammer Plus, вся эта их анимация. Она бы хорошо бы рекламировала бы Ваху, как вселенная. Я, конечно, кто-то скажет, ну, у нас и так контента по Вахе на Ютубе много, там, особенно, на англоязычный, посмотрим. Но он все-таки очень специфичный. Все-таки пересказы какого-нибудь бэка требуют того, чтобы человек буквально уже находился, заинтересован был вселенной, ему было интересно посмотреть. А вот интересный мультик, как Астартес, как показал пример, анимация, классная анимация, Астартес. И люди такие, вау, круто выглядит, а что это такое? Это Warhammer, пойду-ка посмотрю, что это. И вот так же вот эти анимации, которые выпускали, тем более, меньше был бы спрос. Вы выпускаете вот эту вот бесплатную анимацию, которую мы уже говорили много раз, что в многих местах все еще всратая в Warhammer Plus. От этого ГВ не может уйти. И вот выпускают они эту анимацию, она прикольно выглядит, ну, относительно прикольно, хотя бы не совсем дешманский на Ютубе. Люди смотрят, идут заинтересовывать вселенной. Классно, это классная реклама. ГВ пытается идти по дебильному принципу. У них есть вот эта вот корная аудитория, типа нас с вами, которые заинтересованы в Вахе, да. И мы как бы заносим им энное количество денег, там, покупая солдатиков. Ну, кто-то смотрит Ваху по Ютубе, понятное дело, но тем не менее, да. И ГВ такое, а мы еще с этих людей содрем больше денег, заманивая их вот это приложение. То есть они в узкой аудитории ищут еще более узкую аудиторию, которая будет, собственно, заинтересована вот в этом самом продукте. Не пытаясь рекламировать свои собственные продукты. Я вообще хер знает, как это должно работать у них. Бизнес-план просто от бога. Посмотрим, может быть, как бы это сработает. Ну, не факт, на самом деле, что это как бы будет все убыточным у них дело. Но факт в том, что это могло бы просто больше денег принести. То есть как бы, я, опять же, не понимаю. То есть, знаете, вот многие обвиняют, говорят, что ГВ типа злобная корпорация, которая, ну, как бы, как все корпорации, да, они хотят типа отнять ваши деньги, поэтому они ставят там большие ценники на миньки и все такое. Но ГВ все-таки, как бы, она злобная корпорация. Ну, ты смотришь на это, ну, она злобная и тупая корпорация выглядит так. Вот типа злобные и тупые. Типа это, знаете, как вот кто-то приходит и пытается выманить у тебя деньги, и ты такой думаешь, что ты отдаешь деньги на что-то хорошее, на говно его отдаешь, да? Это одно. А другое дело, вот ГВ это такой даун, который подходит и говорит, эээ, дай свои деньги. А ты такой смотришь, типа, зачем, и уходишь просто. Ну, короче, я не понимаю. Я просто не понимаю, типа, ни с точки зрения логики, ни с точки зрения бизнеса, зачем это они делают. Конечно же, бизнесмен в первом поколении Михаил вам сейчас расскажет про все это в нулевом поколении, да? Как вести дела по бизнесу? Я там, мне-то виднее, чем в крупной фирме, конечно, да? Не забывайте, да, что я просто дебил из интернета и просто рассказываю вам чушь и свое тупое мнение. Не факт, что я сейчас несу что-то адекватное. Вот, но тем не менее, якобы вот тут пишите вашу вот, типа, реакцию на это. Я, ну, типа, моя реакция на это, ну, как бы, окей, приложение выглядело интересно, но в Battlescribe обновились базы, я там буду сочинять. Плюс еще команда Battlescribe вроде как собиралась делиться и сделать свой билдер, и я, наверное, буду пользоваться им. Зачем мне вот этот вот билдер, я не совсем понимаю, и нафига он мне нужен. Так что, как бы, попутного ветра вам в сраку вот с этим приложением, что я могу сказать. Ну, напоминаю, что это вроде как только пока что еще в августе, и это все у нас работает, потом уже перестанет. Ну, в общем, интересно было бы послушать ваше мнение, типа, что вот вам, ну, нужна вам эта приложуха? Даже если будет сейчас возможность оплатить, типа, ну, как бы, это была бы не проблема, да? Но я, честно бы, не стал бы сейчас, я просто бы не стал бы это начинание поддерживать, потому что оно дебильное какое-то абсолютно. Ну вот, и, как бы, рублем своим я это поддерживать не хочу. Вот, ну и что, и на этом все. Вот так вот, Михаил немножко перед вами погорел здесь полчасика. Берегите себя и свои миньки. Спасибо вам большое, что посмотрели этот новостной выпуск. Спасибо, как всегда, тем, кто ставил лайки, кто писал комментики. И спасибо огромное нашим прекрасным подписчикам на Бусти, благодаря которым выходит наш, вообще, весь контент на канале. Всех вас люблю, всех целую. Берегите себя и свои миньки. Субтитры сделал DimaTorzok